Теперь давайте поговорим о том, что любит русский человек везде и всегда. Я про халяву. А знаете ли вы, что оказывается, можно и учиться в Англии или в Австралии бесплатно, и деньги еще от государства за это получать? Ну или, например, прожить в крепком браке лет 50 и тоже рассчитывать на материальную компенсацию? Давайте сейчас от Ивана Федотова узнаем все подробности. Довольно любопытно стало, может быть, существуют льготы, о которых мы так с Ваней точно не догадывались. Не пользовались, к сожалению. На этих кадрах москвичка Маргарита получает диплом магистра Шеффилдского университета. Образование за рубежом стало возможным благодаря одной из государственных программ. Я на самом деле задумывалась о получении высшего образования где-либо за рубежом, еще давным-давно, еще в школе, можно сказать. И тут выпала такая возможность прекрасная по программе глобального образования поехать учиться, получить степень магистра. Государство частично оплачивает учебу в самых престижных университетах от США и Европы до Австралии и Новой Зеландии. Если студент поступил, к примеру, в Оксфорд или Гарвард, ему компенсируют до 2 миллионов 700 тысяч рублей в год. По условиям программы выпускник должен вернуться в Россию и проработать на родине по специальности не меньше трех лет. Сумма гранта, которая предоставляется в рамках программы глобальное образование, она может быть потрачена на, собственно, расходы на обучение и сопутствующие расходы. Что имеется в виду? Проживание, питание, перелет, учебная литература, страховка. Продолжение следует...